Греки и римляне подарили миру огромное множество традиций, дошедших до сегодняшних дней. Первые прообразы спортивной борьбы появились за 9 веков до нашей эры, и основы ее сохранились до сих пор. Атлеты классического стиля в минувшие выходные провели чемпионат и первенство Тюменской области. Легкоатлеты говорят, что малейшая ошибка при разбеге перечеркнет все будущее движение. Пометуя об этом же принципе, греки и римляне к старту сезона подходят ответственно. Тюменец Олег Швегжда неоднократно выиграл первенство Уральского федерального округа, но до сборной России пока не добирался, что и стремится исправить. На региональных соревнованиях он предельно сконцентрирован. В одной из схваток уступал, собрался и отправил соперника на туше. Надо было прочувствовать борьбу, найти свой темп, поймать. Соперник крепкий попался. Первый период я 2-0 вступил. Во втором периоде мне тренер сказал, что руку снизу надо забивать левую, и оттуда уже сброс. Я забил, сделал, положил на туше. Общекризисная ситуация в российском спорте, к сожалению, коснулась и тюменской борьбы. Ряд успешных сибирских классиков был вынужден покинуть сборную региона, поэтому местная школа многое начинает в этом сезоне с изнова. Но для тренерского штаба это лишь новый вызов. Благо, перспективных ребят немало. Планы они всегда остаются, добиться, вырасти хороших спортсменов, естественно. Ребята есть. Сейчас ближайший старт у нас федеральный округ среди малышей остался на 2017 год. Осталось первенство России по 2002-2003 году рождения. Но я думаю, мы все равно, есть очень ряд перспективных тренеров, которые не останавливаются ни на чем. Есть на подходе ко взрослым рубежам и уже почти состоявшиеся чемпионы. Тюменец Георгий Дарахвилидзе в прошлом году вошел в состав сборной России. По собственному убеждению, лишь благодаря 10-разовым тренировкам в неделю и дисциплине. На этом турнире боролся в новой группе до 80 килограммов, потому что сбрасывать вес стало невероятно тяжело. Борьба учит дисциплине, мужеству. Главное, чтобы проходить все препятствия через боль, слезы. Пути, по которым юные тюменцы приходят в греко-римскую борьбу, неисповедимы. Превалируют истории, в которых маленьких ребят за ручку приводят родители, а там приходят результаты и большие победы. Но оказывается, на ковер можно выйти случайно, чуть задержаться и дорасти до сборной России. Так случилось с Фарадом Гашумовым. Я сперва занимался боксом, там у меня тренировки не было по боксу. И друг сказал, пошли со мной на борьбу. И, получается, сперва туда и туда ходил, а потом просто на борьбу ходил, получается. Прошлые соперники тут с Сургута, с Тобольска, с Увата, неплохие ребята. Проигрывал и выигрывал. И вот так вот получается. В прошлом году с братом в финале был, сейчас, наверное, тоже, веншало, так будет. У меня не двоюродный. А как-то, знаешь, некоторые против братьев, против родственников не любят бороться. Они как бы там разыгрывают, кто из них выиграет. У вас такого нет, если честно? Да нет, мы с ним выходим и просто боремся. Выиграл, проиграл. Не обидно получается брату проиграть. Представители сборной Тюменской области готовятся выступить на больших соревнованиях. Вскоре юношам предстоит защищать честь региону на всероссийских борцовских битвах на коврах Владимира и Нижнего Новгорода.